парни у меня короче идея я тут нашел еще один АТ-4 и подумал а что если выстрелить так же как я однажды выстрелил из РПГ-76 Камар тобер вот так короче где-то ну прицелиться правда сложновато как думаете нормально будет тема или нет что-то рисково как-то да по-моему ладно выстрелим по-обычному как это делают американцы знаете кстати в выпуске спонсерфауст я сказал из всех гранатометов это самая большая отдача и я ведь не врал тогда и сегодня у меня штуковина которая пожалуй в полтора раза больше чем панцерфауст потому что это панцерфауст 3t друзья сегодня у нас один из самых мощных пожалуй самый мощный боеприпас кумулятивный который пробивает динамическую защиту из-за динамической защиты пробивает еще 900 миллиметров комбинированной брони потому что сегодня у нас танк т-72b в общем вы знаете что у него комбинированной брони панцерфауст начали разрабатывать 1978 году а в девяносто втором году его приняли на вооружение армии германия и мы уже рассказывали о технических характеристиках их дальности весе и так далее что вот эта ручка собственно называется панцерфауст а вот это всего лишь снаряд но и собственно он выкидывается остается эта ручка это мы рассказывали в панцерфауст модификации бункер фауста можете вот здесь посмотреть и тогда я сказал что это самая сильная отдача и я не знаю какой сильный будет сегодня отдача ведь у нас сегодня боеприпас максимальный необычный который можно только встретить на полях сражений он призван пробивать танки за динамической защиты 900 миллиметров брони то есть в нашем случае танк т-72b здесь комбинированная броня собственно и вероятнее всего танк т-72b пробьется но нам интересно посмотреть как будет он пробиваться собственно как это работает и конечно же вы нигде это уж точно на разрушительном ранчо вы такого не встретите есть еще кое-что викинграйз это совершенно новые мобильные стратегии от компании и gg хорошо известны во всем мире благодаря игре лордс мобайл здесь вас ждет круто реалистичная графика с невероятной прорисовкой деталей вплоть до тропинок на полянах и швов на одежде музыку для игры написал канадский композитор тревер морис лауреат премии эми и автор саундтрека к сериалу викинги механика боя не позволит вам скучать здесь можно параллельно отправлять несколько отрядов в бой останавливать воинов пути сражаться на суше и на воде захватывать чудовищ плен и и даже кататься на них при этом разумеется с хорошей компанией вам будет намного проще качаться поэтому первым делом после регистрации создавайте свое племя либо присоединяйтесь к уже существующему и теперь внимание качайте игру по моей ссылке в описании либо через qr-код на экране чтобы гарантированно получить набор стоимостью в 200 долларов который будет автоматически выслан на ваш аккаунт если вы скачаете игру впервые кроме этого качайте мощь по максимуму если скачавших будет больше 500 то игроки которые на четырнадцатый день займут первые три места в рейтинге мощи получат сертификаты озон первое место в рейтинге мощи может получить сертификат озон стоимостью в 25 тысяч рублей второе место 20 тысяч рублей и третье место 15 тысяч рублей свой рейтинг мощи и количество скачавших вы сможете увидеть на странице акции призы очень серьезные поэтому ребята качайте и не подкачайте в игре викинграйс продолжим первое что мы делаем мы выкручиваем вот этот вот носик который видите выдвигается и кажется что все выдвигаться некуда но все выдвигается выдвигается и выдвигается он выкручивается все дальше и дальше это пожалуй напоминает мне знаете такую стерлядку или это рыба меч короче или рыба пила короче сегодня у нас выпуск про очень интересный калибр немецкого разлива сравнивать мы конечно же его сегодня будем с от и 4 и это наверное вы знаете почему потому что так много мемов в разного рода сегментах и медиа распространилась как американцы стреляет и как стреляют русские и мы даже предположили что может быть как рпг-76 его использовать но я конечно дурень тот еще но сегодня я так делать не буду как я уже сказал это самый редкий боеприпас который можно найти в нынешних условиях на полях сражения потому что это тандемный боеприпас который наверное стоило бы сравнивать с рпг-30 крюк но сегодня у меня его не оказалось но зато у меня есть хлам в виде а т4 которого в общем на полях сражений как раз найти можно нередко как же это работает тандемный боеприпас панцерфауста разделен по фактически на две части первая это предзаряд и основной заряд 110 миллиметров сзади в задней части находится противомассы который позволяет ему стрелять закрытых позиций то есть конфайн-спейс как это было в одном из выпусков про от и 4 где я как некоторые заметили стрелял как американцы прям по-настоящему так не так как я потом баловался ну короче это от и 4 у меня без конфайн-спейс сзади стоять не рекомендуется и как с рпг-76 уж точно сегодня стрелять я не буду а то мало ли еще зубы выбьет что же давайте посмотрим на это противостояние в котором вы напишите конечно же чувак это же неправильно типа это от 4 а это панцерфауст здесь 900 миллиметров там 400 миллиметров или типа до 500 и как это сравнивать а с чем сравнивать то рпг сейчас дефиците 30 а вот этих вот вот этого хлама вполне достаточно ладно я слишком много болтаю панцерфауст это вот эта штука всего лишь какая-то пластиковая штука да она остается на постоянно чку а все остальное это что они ручка цепляется хоп и все кстати есть особенность такая если вы много часов провели за тем чтобы эту правильную ручку пристегнуть ни в коем случае не делать это с поднятой ручкой почему потому что это у вас не получится сделать во первых вас отстегнуть не получится но если вдруг вы решили это сделать вот так посмотрите она раз и уже не заходит то есть это делается вот так все вам ручка фаер сейф бум все достаточно просто гранатомет этой 4 сегодня у нас стандартной модификации где в общем сзади стоять не рекомендуется вот конфайн space мы уже показывали что ж этот гранатомет разрабатывался в 1981 году 87 уже был принят на вооружение и первая страна которая была основным заказчиком этих гранатометов была как раз таки америка и этот гранатомет был создан фактически на смену тому самому гранатомету м 72 лав который меня поразил пожалуй лучше чем от и 4 и этот выпуск мы сделали на бусте вы можете его посмотреть на мой взгляд идеальный гранатомет первый чистый американец которым показали на бусте что шат и 4 таких завидных результатов для меня как и для русского не демонстрирует но все же эффективная дальность этого гранатомета 500 метров вообще граната летит до двух километров весит он 6 7 килограмм и это в общем то в два раза меньше чем панцерфауст потому что панцерфауст весит почти 15 до совершенно точно стрелять экспериментировать с него как с мухи или как рпг 76 не стоит берется он вот так лучше всего собственно здесь выдвигается предохраняем меня сегодня без этого интересненько обожаю обожаю стрелять а ну-ка тот не принеси есть еще один гранатомет надеюсь здесь эта штука в порядке она здесь тоже отсутствует знаете чем плохо это тем что возможно этот гранатомет каким-то образом вывели из строя да вот как попасть из гранатомета у которого отсутствует диоптерический прицел сейчас друзья мы выстрелим из панцерфауст и посмотрим что будет но прежде я хочу чтобы вы подписались на наш вконтакте у нас есть группа вконтакте куда залиты видосы которые точно никто не попросит убраться высвоясь что ж раз у нас прицел сломан значит самое время придумать агрегат для прицеливания собственно ну и вот что я придумал я поставил рогатину выставил примерно на попадание потому что действительно попасть даже команданта с его точностью будет достаточно сложно это был сарказм смотрите что я сделал я привязал шнур вот этот вот от тапика к спусковому механизму собственно как это происходит выдергиваем чеку взводим его кладем вот эту штуку при помощи изоленты и оттуда я дернул у меня два гранатомета и если этот сработает штатно то вторым я буду стрелять с рук но без прицела да конфайн спойт здесь не пахнет но это в общем сработало отлично это значит что уже можем дальше не бояться все дела сработало штатно и кстати сказать я попал о класс что уж наконец-то командант и попал в башню при помощи станины и такой-то матери так смотрите какая удивительная штуковина он точно не пробил по-моему могла то что могла эта штука пробить нет смотри осколочные поражения это не знаю вторичные осколки или еще как то вот они здесь присутствуют ну и собственно конструкция кумулятивной струи как так интересно выглядит такое ощущение что из-за того что расстояние было маленькое туда еще влетела часть движка да не это детский сад короче естественно от и 4 не пробил но у нас есть еще один выстрел и сейчас я сделаю попробую попасть без прицела попасть в танк что ж сегодня ваши любимые эксперименты с от 4 и есть одна маленькая проблема у этого есть ручка 1 и 2 плечевой упор но вот здесь нету телескопического прицела то есть мне не с чем сводить фактически вот эту вот прицельную планку поэтому стрелять я буду без нее и непонятно могу я так попасть или нет но почему бы и не попробовать сначала сдергиваем чеку мы сдернули взводим взводим так ладно все зажимая вот эту вот этот рычажок и стреляет обожаю стрелять и за т4 стрельба по-американски мне нравится не очень по-русски конечно же вышло бы круче глянем идеальное попадание вы знаете гранатометом 72 лав я стрелял вот сюда не буду спойлерить вы это можете увидеть на бусте и понять что же случилось но смотрите гранатомет от и 4 в этот раз провел себя очень неплохо весьма все вот это вот осколочные поражения они в общем могли бы смертельным быть для того человека который бы здесь проводил свое время что ж пробить и естественно нет ни о каком пробить и быть и речи не может потому что он пробивает ай ай горячо горячо так ну давайте мой излюбленный способ проверить отверстие есть палка прутик а т4 не пробивает танк т-72 без всего комбинированной брони потому что так и должно быть потому что здесь 500 миллиметров брони а здесь пробитие всего 450 что уж сейчас знаете не сглазить бы так сказать попадание команданты будет стрелять впервые из тандемного боеприпаса панцерфауст отдача которого может быть сумасшедший потому что в прошлый раз я сказал бункер фауст это самая большая отдача которую только видел и возможно сейчас будет больно подожди а может он сдетонирует еще подожди не подходи то что горит ческать отдача была меньше чем у бункер фауста но я сначала подумал что короче смотри слетел этот прицел кстати вишет отдачи чуть-чуть отлетел и я подумал что в какой-то этот zrp или как называется в call of duty есть такая граната которую бросаешь она все втыкается и просверливает внутрь кумулятивно уходит и вот я подумал что эта штука наверное сработает так потому что такое ощущение что она просто на все не сработало помните 7wr который не работал у нас тандемный боеприпас этот боеприпас каким-то хреном тоже не сработал тандемный боеприпас rpg 7wr не работал и может быть в этом кроется беда в том что тандемные боеприпасы в принципе имеют ограниченный срок действия ну либо еще как-то это работает но суть в том что я попал не плотную броню а попал под башню собственно это место которое в некоторых вартандерах и танках считается лучшим местом для попадания то есть это идеально можно заклинить башню можно убить экипаж но можно ли панцерфаустом это делать я не слышал никакого взрыва так может быть взрыв и не нужен если это панцерфауст давайте-ка глянем я смотрю что-то там горит и меньше всего мне хочется как в том эпизоде с 7wr подходить ближе потому что вторая часть может быть не сработала и до гора и сейчас может взорваться поэтому прямо сейчас я туда подходить не буду смотрите горит резина потому что ее подожгло взрывчатое вещество которое находится внутри и вот эти вот кусочки собственно этого взрывчатого вещества внутри который как такой ватный порошок она разлетелась в разные стороны кусочки этого боеприпаса который раскололся и такое ощущение что он не сработала штатно да он не сработал штатно это видно он просто размозил его по правой части танка ну и все кто-то скажет эй ты стрелял не так нужно было чуть-чуть по-другому то есть мне нужно было сколько раз выстрелить в танк чтобы эта кумулятивная воронка и 1 2 раскрылась и все было идеально и что-то с кумулятивными тандемными боеприпасами видимо не то не только у нас но и у них смотрите попадает он в башню в правую ее часть если смотреть на танк и здесь происходит место разрыва снаряда он просто раскрывается в разные стороны судя по порошку вот этому взрывчатому все рассыпается кумулятивная воронка сминается часть боеприпаса отваливаются его разные части и танк т-72b как продолжал ехать так и продолжает и это тяжелая хреновина в 15 килограмм в общем оказывается неэффективной дайте-ка я подумаю вы сейчас напишите в комментариях ты не скрутил какой-то колпачок напишите в комментариях что это был за странный такой интересный колпачок которого я не обнаружил в большинстве ттх не только про 7вр или про другие тандемные боеприпасы сказано что этот боеприпас пробивает не только за динамической защитой но и можно стрелять в бункеры бетонные укрытия и так далее собственно рпг-30 тому подтверждение мы стреляли за рпг-30 он всегда срабатывал штатно ракета вылетает и пробивает неважно есть там динамическая защита и нет и если вы были внимательны то вы поймете что 7вр боеприпас мы например стреляли и в бетонную стену и в динамическую защиту и это в общем не помогло что-то не так с этими тандемными боеприпасами и это интересно но раз уж мы на полях сражения нашли этот бункер фауст точнее панцерфауст бункер фауст кстати сработал штатно прошлый раз тандемный боеприпас панцерфауст должен был пробить 700 миллиметров за динамической защитой но фактически пробил дно в прямом смысле слова потому что он не причинил никакого вреда ведь это в общем-то точно не назовешь вредом ладно казалось бы вопросов больше не осталось и спонсор фаустом все понятно но один вопросик у нас остается нерешенным но прежде чем мы разойдемся уважаемый подписчик я хочу тебе сказать спасибо потому что ты досмотрел до конца и если ты досмотрел это видео до конца значит сейчас ты узнаешь интересный секретик секретик заключается в том что в одном из кадров этого выпуска мы спрятали нож я намеренно не буду показывать какой это нож но если этот нож уважаемые подписчики вы нашли то напишите в комментариях где в какое какая минута какая секунда и какое место расположения и собственно получить этот нож доставка в общем в любое место я отвечу на ваш комментарий кто был первым и в общем если вы его прочитаете то собственно заберете с вами крупнокалиберный переполох и с вами был сегодня первый натовский тандемный кумулятивный боеприпас который видите сработал так себе увидимся у